Александр, регулярный чемпионат уже подходит к своему завершению. Ты входишь в основу, в основной состав в Тимиртау. Как оценишь сезон, как он прошел для команды? С кем, может быть, сложнее всего складывались игры, если вспомнить о чемпионате? Сезон-то еще не закончился, самое интересное впереди. Самое главное – это в плей-оффе хорошо выступить. Со всеми командами игры были непростые, так скажем. Хорошие битвы были. В предстоящих матчах впереди «Номат» – чемпион Казахстана. Команда «Орлан», также находящаяся в верхней турнирной таблице. Что скажешь, как команда готовится, какой настрой? Настрой боевой. Готовимся в боевом режиме, готовимся к играм, чтобы не проиграть самое главное. Хороший соперник «Номат». Ребята очень талантливые. Что нападение, что защита вратарей хорошая. Главное – сыграть строго в обороне, не дать им ничего сделать и самим не напортачиваться. Я особо не смотрю за ними. За собой надо уследить сначала, чем за другими смотреть. Надо пропускать поменьше, отбивать побольше. И все. Самое главное. Конечно. Все привыкли видеть вас. Тренировка, игры. Есть свободное время? Чем занимаешься в свободное время? Если уходить от стандартных вопросов, просто отдыхай. Да недавно. Первый выходной вчера только был впервые. За все время я просто спал, отдыхал силу, восстанавливал. Во время тренировок находятся ли какие-то моменты, где удается перевести дух? Когда игроки все бегают по кругу, у нас в вратаре есть пару минут отдохнуть и все. Если рассказать о закулисе, что происходит в раздевалке перед тренировкой, перед играми. Сейчас небольшая пауза. Какая обстановка в раздевалке? Дружная обстановка, тренировочная. Все общаются, ребята. Музыка в раздевалке играет, готовимся к играм. Я не поверю, что в команде просто вы в раздевалке общаетесь. Как-то над кем-то, может быть, подшутили в последнее время? Да, конечно. Всегда есть шутки. Там на надкаже. Через раз дружная атмосфера. Все воспринимают это как добро, как положено. Какую музыку слушаете в раздевалке? Там все подряд играют. Один из последних хитов ваших? В раздевалке. Там Сектор Газа сейчас было 30 лет. Это в честь чего-то дня рождения? Нет, просто так, для настроения. Еще некоторые хиты. Я знаю, что играл у вас на Титанике Лолита. Да нет, я не помню. Сегодня вроде не было. А так, в общем-то? Так бывает иногда, она поет. Сейчас домашние игры проходят практически в пустом ледовом дворце. Как это сказывается на игре команды и каково играть без поддержки своих болельщиков? Ну, тут фан-клуб приезжает какой-то. В принципе, они нам хорошо помогают. Но с поддержкой было бы поинтереснее, конечно, играть. А так играешь, ну, что-то не то все равно. Но мы стараемся. Серия плей-оффов тоже очень скоро. А как считаешь, на какого соперника удобнее было бы выйти? Да я думаю, нету разницы, на кого удобнее выходить. Главное, дома начать серию. Дома будет поудобнее играть. Чтобы не на выезде, а преимущество своего поля хотя бы, чтобы было. Дома, как говорится, и стены помогают. Серии плей-оффов у тебя были в твоей карьере? И вот сколько? И может быть, какая-то одна из запомнившихся серий плей-оффов для тебя? Ну, в прошлом сезоне, в молодежке, до финала дошли, и все. Единственная серия плей-оффов у меня была. Как для тебя прошла эта серия? Ну, как взлеты и падения. Нормально, в принципе. Ну, финально у нас не удалось ничего. Минут молочек. Что пожелаешь себе и команде именно в серии плей-оффов? Всем удачи. Стараться биться до конца и все. Все получится, я думаю. Субтитры сделал DimaTorzok